Хотя язык украинских политиков иной раз поворачивается сказать и не такое, на этой неделе всех потряс премьер Яценюк. В эфире одного из немецких телеканалов он на голубом глазу заявил о том, что Советский Союз в 40-е совершил агрессию против фашистской Германии, а заодно и Украины. Помимо этой совершенно откровенной провокации, не менее поразительная реакция немецких властей. Ее просто нет. Именно в той ситуации, когда не отреагировать, означает проявить грубейшую политическую бестактность. Россия самая пострадавшая во второй мировой страна, которая потеряла десятки миллионов убитыми, но никогда не напоминала Германии о ее вине и не пеняла ей за случившееся. Теперь же, когда прозвучали такие слова, Меркель, кстати говоря, дочь пастора и президент Йохим Гук, сам пастор упорно молчат. Молчат даже после ноты российского МИДа, запросившего официальную позицию Берлина относительно слов Яценюка. При этом само немецкое общество, в отличие от властей, уже высказалось. И, судя по всему, осознает, на какую опасную площадку вывел политическую дискуссию украинский премьер. Из Германии наш Сапкор Михаил Антонов. В пятницу, когда в Берлин прилетел Нурсултан Назарбаев, Германию накрыл очередной атлантический шторм. И президент Казахстана подъехал к бундесканцелярии как раз в момент короткого перерыва между грозой с градом и ливнем. А Меркель все нет. И было слышно, как помощник сказал президенту «Не выходите». Но Назарбаев вышел и еще некоторое время стоял у флагов, прежде чем немецкий канцлер почти бегом появился из дверей, протягивая ему руку. Вот, собственно, и вся видимая сторона этого неформального саммита. По итогам никаких комментариев. Однако о том, что происходило дальше, мы знаем наверняка. Назарбаев говорил с Меркель про санкции, которые бьют по всему таможенному союзу, и пригласил ее в Астану, где может состояться саммит нормандской четверки плюс Казахстан. Канцлер колеблется. Прежний опыт участия в украинском урегулировании не добавил ей популярности в Германии. Так что нужны гарантии немедленного прорыва в исполнении минских соглашений. Именно это в четверг, стоя рядом с украинским премьером Яценюком, она ставила и главным условием отмены санкций, недвусмысленно возлагая ответственность за реализацию всех 12 пунктов исключительно на Россию. Но Штайнмайер думает иначе. С Назарбаевым они также без прессы встретились не в офисе канцлера и не в Министерстве иностранных дел, а на нейтральной территории, в отеле Адлан. Что по сути можно считать очередным демаршем министра в отношении шефа. Штайнмайер, сторонник интеграции Европейского и Евразийского союзов, открыто дистанцировался от официальной позиции Берлина. Он ездил в Астану в декабре и считает, что теперь туда надо ехать канцлер. Но события недели так бы и остались политическим триллером с главным образом внутренней интригой, если бы в них не были привнесены элементы чисто гофмановского гротеска. Помните крошка Цахис? В этой истории заколдованный феей, жалкий, уродливый карлик стал казаться всем высоким, статным красавцем. Все, что он говорил, было гениально, все мерзости, которые делал, приписывались другим. В конце концов, стал министром. Но это я подчеркну у гофмана. Яценюк прилетел в Берлин, естественно, просить денег. И встретили его ласково. Стали звать на телевидение, чтобы послушать, что он скажет. И Яценюк жег глаголом по полной, пытаясь разогреть остывающий энтузиазм немцев относительно европейского выбора Украины и распространяя угар в прямом эфире. Российская агрессия на Украине – это нападение на мировой порядок, порядок в Европе. Мы все хорошо помним вторжение советских войск на территорию Украины и Германии. Этого необходимо избежать. Никто не вправе переписывать итоги Второй мировой войны, что старается сделать российский президент, господин Путин. Что бы сказала мать Яценюка, услышав эти слова сына? Вторжение советских войск на Украину. Типично бандеровская установка, игнорирующая факт того, что Украина была частью СССР. Яценюк – бандеровец. Не новостью бы это было остановить он здесь. Но дальше пошла Германия. А это уже означает, что Советскому Союзу, по мнению Яценюка, не следовало очищать мир от нацизма. Тут не просто интерпретация слов, это их буквальный смысл, раз этого необходимо избежать. Элементарная логика требует признать то, что Яценюк – нацист. Он сам в этом только что признался. Не нравится? Учись выбирать исторические параллели. И вот что странно. Телеканал АРД внимательно освещает антиисламистские акции в Дрездене, называя их участников от мала до велика ксенофобами. А Яценюку все сошло с рук. Может быть, госпожу Аталай он загипнотизировал, так что вместе с либеральной редакционной извилиной у нее рассосались все познания в истории. Уж больно не хочется думать, что ведущая проимтаймы на серьезном телеканале – пустая говорящая голова, как намекнули на это авторы сатирической рубрики журнала «Шпигель», допустив, правда, фактическую ошибку. Коллеги, этого очень бы хотелось, но Красная Армия погнала фашистскую мразь Советской Украины все-таки в 1943 году. В 1942 году советские войска беспощадно продвигались на Запад. Тогда они не побоялись преследовать армии демократически избранного рейхсканцлера Адольфа Гитлера через территории, в том числе и Украины. Чуть более длинный маршрут южнее Черного моря в обход Украины, очевидно, был для них слишком затруднительным. В конце концов, СССР нарушил восточную границу Германии и вторгся на территорию суверенного государства, как мы вместе с Яценюком хорошо помним. Припоминает ли это госпожа Аталай, мы не знаем. Однако данный маленький экскурс в историю советской агрессии у нее вопросов не вызвал. Слова Яценюка не только у Аталая, а вообще ни у кого не вызвали вопрос. Ангела Меркель опять ничего не заметила и не сказала, как прежде не замечала и не комментировала факельные шествия украинских националистов. Она принимала Яценюка по президентскому протоколу с почетным караулом, жала руку, требовала от России реализации минских договоренностей. И хотя чем больше Яценюк говорит, тем меньше вероятность компромисса между Донбассом и Киевом с таким-то мозговым центром. Ангела Меркель очарована украинским премьером настолько, что верит ему на слово. Она ищет и самое удивительное, находит повод похвалить Яценюка. Принять государственный бюджет еще перед Рождеством это амбициозно, решительно и я считаю это большой успех. Реформы начались, бюджет сверстан, но что-то волнуется украинский министр финансов Ереська, сопровождающая Яценюка. Почему-то называет положение Украины отчаянным, а это потому, что золото-валютные резервы страны составляют 8 миллиардов долларов. А значит банкротство, неспособность расплачиваться по внешним кредитам – дело ближайшего времени. И единственный способ отдавать долги Западу – снова на Западе занимать. Мы не выпрашиваем деньги. Что мы просим, так это временное продление срока погашения нашей задолженности и уменьшение процентной ставки. И мы все выплатим. Мы просим инвестиций. Это должна быть двухсторонняя улица. Это должен быть нормальный бизнес между Украиной и Германией. Из этого круговорота денег выкинуты врачи, учителя, старики и инвалиды. Окажись они в нем, украинская власть в глазах Запада утратила бы значительную часть своего обаяния. И по возвращении из Берлина Яценюк твердо дал понять, что те 500 миллионов евро, которые Германия пообещала дать Украине, хотя до сих пор непонятно, когда и на каких условиях, уж точно пойдут не на индексацию зарплаты пенсий, а на обслуживание интереса западных кредиторов, как и миллиард 800 миллионов, что, возможно, выделит Евросоюз. Тут уж без гротеска и метафоры. Полный реализм. Революция внешних долгов не списывает. Только внутренние. Михаил Антонов, Александр Крастилев и Андрей Путра. Вести Берлин. Германия.